ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Реализуется он ежегодно в течение уже пяти лет, то есть в этом году он пятый, юбилейный. И в рамках этого грантового конкурса поддерживаются инициативы, связанные с повышением качества жизни людей старшего поколения. Заявки будут приниматься весь март, до 31 марта включительно. Принять участие могут традиционно в этом проекте некоммерческие организации, государственные, муниципальные, органы территориального общественного самоуправления, а также простые инициативные граждане. Вот мы с тобой простые инициативные граждане. Ты, мне кажется, все рассказал, все дневной разворот. Ничего, ничего. Сейчас подробности будем спрашивать с наших гостей, представляем их. Наталья Шитько у нас в гостях, заместитель председателя Общественной палаты Кировской области и председатель Кировского рекотделения Российского общества знаний. Наталья, добрый день. Добрый день. И Денис Мальцев, фотограф, автор проекта «Старшее поколение». Календарь «Старшее поколение». Календарь «Старшее поколение», точно. Руководитель фотостудии «Фотофабрика». Денис, добрый день и вам. Добрый день. Добрый день. Календарь – это один из победителей предыдущего грантового конкурса. Чуть позже о нем обязательно поговорим. Вот у нас уже настали здесь в студии, видимо, те самые работы, ради которых вы и участвовали в этом конкурсе в том числе. Ну, для начала давайте будем Наталье напоминать, что за конкурс, его суть. Еще раз напомню, кто может принимать участие, насколько он значим, что удалось реализовать за последнее время. Владимир, на самом деле, вы уже много сказали об этом конкурсе. Да, действительно, этот конкурс, который в этом году отмечают небольшой юбилей, это конкурс при поддержке депутата Государственной Думы Рахима Азизбовича Азимова. Единственный конкурс в регионе, который действительно поддерживается депутатом, причем на системной основе, да, там не в период предвыборных кампаний, как мы привыкли, да, выливаются определенные средства. А действительно, последовательно, системно выстраивается работа. От этого, в общем-то, выигрывают все, в том числе и депутат, и та аудитория, которая пользуется и участвует в этой программе. Потому что, первое, какая идея была изначально? Изначально была идея не просто распределить средства через конкурсы, поддержать проекты. А если вы обратили внимание, это конкурс малых грантов, малых инициатив, то есть он очень простой, небольшие суммы распределяются. Это как раз конкурс, который направлен на, скажем так, на старт вообще проектной деятельности организации и инициативного гражданина. То есть когда человек, не имея опыта социального проектирования, реализации проектов, может себя попробовать вот на таких малых грантах. И, в общем-то, вот эту задачу, эта программа, она прям реализует на 100%. Вы сегодня это увидите, когда ряд победителей уже очень выросли, выросли из инициативных граждан в некоммерческие организации, то есть создали некоммерческие организации и уже работают более так серьезно и системно. Есть организации, которые начали с малого, с небольших вот этих проектов, небольшую сумму, сейчас уже реализуют достаточно крупные проекты, побеждают в областных конкурсах, в конкурсах фонда президентских грантов. Вот эта история, мне кажется, очень правильная. Она как раз направлена в первую очередь на это. Ну и, конечно, почему именно проекты, которые направлены на работу со старшим поколением? Не секрет у нас, что Кировская область все-таки, да, очень много людей старшего возраста, причем они достаточно активны, это вообще у нас очень активная часть населения. Вот, и наша статистика показывает, что наше население будет стареть. Может, это не печально, но я думаю, это факт, и надо с ним работать, надо над этим вот как раз думать, как эту аудиторию вовлечь в работу, в активную деятельность. Что еще отмечаю, вот, наверное, в ходе реализации, в ходе вообще вот, наблюдаю разные очень проекты за 4 года. У нас, кстати, прошло очень много проектов. Надо сказать, что очень конкурс, который пользуется большой популярностью. Он изначально стартовал с большим количеством заявок, и, в общем-то, количество заявок не спадает из года в год. Это хорошо. То есть интерес пока стабильный к этому конкурсу. Ну, все-таки количество заявок растет за год от года. Вы знаете, оно... Есть поступательные все-таки? Нет, оно примерно вот одно... Да, они просто разные. Где-то от 80 до 100 заявок в год у нас приходят. Лимита нет? Лимита нет. В верхней планке никакой не предусмотрено? В верхней планке количества участников, конечно же, нет. Но я хочу сказать, что это действительно конкурс. То есть если говорить о прошлом году, это был конкурс 1 к 6. У нас таким конкурсом не может похвастаться тот же областной грантовый конкурс, где, в общем-то, количество заявителей там, да, поменьше. Ну, посмотрим в этом году. В этом году, да. Вдруг там мы стреляем. Но я имею в виду, что это действительно конкурс. То есть побеждают реально качественные заявки. Конечно, мы здесь, скажем так, не стараемся и увеличивать фонд грантового конкурса, да. То есть пока вот он там достаточно. В прошлом году было распределено 1,2 млн. В этом году планируем распределить ту же самую сумму. Но если всегда идет навстречу Рахим Азизбоевич, если действительно есть достойные проекты, но которые никак не входят в эту сумму, то всегда идет навстречу и добавляет к общему грантовому фонду. Это здорово. В прошлом году у нас было реализовано 14 таких проектов, достаточно ярких, интересных. И самое главное, на мой взгляд, тоже, что мы это добились, что в этих проектах участвует не только старшее поколение. Многие думают, что там в основном участники и благополучатели старшего поколения. Как раз нет. Очень много вовлекается людей достаточно молодого возраста в работу, в организацию работы со старшим поколением. Денис самый пример. Денис самый пример. Молодой, активный человек. И мало того, сами пожилые люди готовы стать не просто благополучателями, а реализовывать эти проекты, активно помогать тем или иным категориям населения, детям с особенностями развития, например, или своим сверстникам. То есть это тоже здорово. То есть это как раз меняет качество их вообще жизни, в том числе, что они сейчас могут отдавать, не просто брать. Поэтому мы вот здесь тоже видим такую хорошую динамику, потому что как можно больше таких проектов появляется уже с каждым годом. Это здорово. Ну, вот о проекте Дениса мы поговорим чуть позже. Вот эти 14 проектов, можно их как-то разделить, я не знаю, на сферы? Да, конечно. Проект очень разноплановый. Популярный очень проект, и в последнее время творческий проект. Творческая самореализация, кукольный театр, театральные постановки. И там, да, дальше очень популярные, конечно, спортивные проекты стали тоже. Ну, это здорово. Очень популярны среди старшего поколения интеллектуальные проекты, интеллектуальные игры. Вот, да, там на это обычно запрашивают, на какие-то настольные игры, на какие-то активные игры, спартакиады. Ну, тоже здорово. Поменьше стало запросов на компьютерную грамотность, на обучение. Все-таки, видимо, уже было много. Ну, кстати, да, это схлынула как-то волна уже. Умните, да. Даже поменьше стало на скандинавскую ходьбу, потому что одно время прям был бум на скандинавскую ходьбу. Ну, это тоже, кстати говоря, требовалось в рамках каких-то маленьких территорий, там, поселений и так далее. Бабушки довольно активно продолжают заниматься скандинавской ходьбой. Очень развиваются такие проекты, и стали появляться проекты туристические. Именно вот туризм, экологический туризм, образовательный туризм по пределах Кировской области тоже здорово, на мой взгляд. Например, вот Апаринский район, у них был проект «Семь чудес Апаринского района», где они, вот старшее поколение, вместе там еще и со своими единомышленными, разрабатывали маршруты. Маршруты туристические ставили определенные там вывески и так далее, благоустраивали их и так далее. То есть, ну, вот как-то вот в интересах своей территории делали ее более привлекательной, да? Я сейчас задумался. Да, насколько привлекательной они сделали, надо съездить. Я как регулярный гость Апаринского района думаю, какие там чудеса могут быть. Семь. Семь чудес. Семь причем, да. А вот давайте вы задумайтесь, и в следующий раз обязательно съездите уже. Там такие дорожные условия, и местами что? Ну, наверное, первое чудо. Первое чудо – это дороги. Дороги. Вот. Были проекты такие вот так же, как «Рука помощи», да? Когда, вот мы знаем, да, у нас проект назывался «Кни-1», это как раз на помощь бездомным людям уже старшего преклонного возраста. Вот, наверное, вот в целом вот вокруг этого… Про географию, да, как раз вот мы сейчас упомянули конкретный район. А все районы, которые входят в округ депутата Государственной Думы Рахима Азимовича Азимова… То есть это северо-северо-запад получается, да? Да, да, да. Они в положении все перечислены. Город Киров входит весь. Так что это половина наших муниципальных образований, этого очень немало. Ну, вот в самом начале я упоминал, кто может участвовать в конкурсе. Некоммерческие организации государства, не муниципальные, а конкретно… Практически все. Ну, что за этими формулировками скрывается? Какие конкретные организации? Ну, некоммерческие – понятно. Любые бюджетные учреждения, школы, детские сады, домокультуры, библиотеки, музеи и так далее и тому подобное. Любой общественный совет, если вы являетесь участником общественного совета, вы тоже можете принимать участие как общественный совет, то есть как инициативное… Ну, то есть не как юрлицо, а как инициативная форма граждан, объединение граждан. Единственное, что там будет меньше гораздо сумма. То есть если сейчас победители могут претендовать на сумму 100 тысяч рублей, то инициативная группа граждан, их должно быть не менее трех, на сумму 50 тысяч рублей. Я просто уточнил, да, я периодически слежу за жизнью некоторых там сельских домов культуры, в том числе откуда я родом, да, я там регулярно… Когда-то они были тетями, а сейчас они уже бабушки, да, понятно, да, что они вот, наверное, могли бы попасть в этот проект, грантовый конкурс. Они же там очень активно стараются жить, по всем поводам, по всем праздникам собираются. Вот тут недавно масленицу устраивали. То есть, по идее, они тоже, да, могли бы стать участниками. Ну, входя при условии, что они входят в округ. Они являются их участниками, конечно, они как раз участвуют, они самые активные, причем, вы знаете, все говорят, что это очень сложно, социальное проектирование, я слышу, кстати, это часто и от людей молодых, которые вот как бы не пишут проекты, потому что считают, что это, ну, как-то это трудозатратно, и вообще сложно, это непросто. У нас есть представители старшего поколения, достаточно много сейчас примеров, которые прекрасные проекты пишут, прекрасно так исправляются. Пишут проекты и даже не знают, чем они занимаются на самом деле. И я вам еще раз повторяю, что вот они уже берут серьезные гранты, уже на серьезные грантовые суммы. У нас такой есть пример, как Слободской совет ветеранов. Вот они уже, президентские гранты для них, но они не гнушаются и таких небольших, малых грантов, потому что иногда для маленькой инициативы не требуется большой какой-то, да, там, суммы, а вот такая небольшая сумма может помочь осуществить там мероприятие, реализовать или какую-то идею. Кроме того, чем хороший этот конкурс, здесь, во-первых, не такая сложная форма заявки, не такая сложная форма отчетности, то есть надо просто вот как бы почувствовать эту тему социального проектирования, реализации социальных проектов и дальше уже как бы замахиваться на более серьезные. Напомните, ваша роль еще в чем заключается, да? Наша организация знаний является оператором конкурса. Непосредственно мы ведем всю консультационную работу, образовательную работу, мы проводим семинары, мы проводим консультации в любом формате, онлайн формате, личном формате, по электронной почте. Кроме того, мы, наша организация также еще проводит предэкспертизу грантовых заявок. Соответственно, то есть, когда человек подготовил заявку или организация, наш консультант, эксперт может провести предэкспертизу, сделать замечание, чтобы эта заявка была более конкурентоспособна. Вот и все. А далее принимает решение экспертный совет. Независимые экспертные эксперты в области, там, из разных областей знаний, и в том числе, которые имеют опыт какого-то, да, социального проектирования или хотя бы понимание, что это такое, вот, как бы мы на это не влияем на результаты конкурса. То есть, побеждают те, кто набрал большее количество баллов. Каждую заявку оценивают два эксперта. Если у двух экспертов, ну, система, она похожа на систему фонда президентских грантов, на ту, которую мы выстроили в областном конкурсе вот с прошлого года, что если у двух экспертов очень сильно разные оценки, значит, что-то здесь не то. Значит, кто-то или завысил, а кто-то, да. И тогда смотрит еще третий эксперт, чтобы уже вот действительно понять, насколько объективна дана оценка грантовой заявки. Все-таки есть костяк участников, которые с года в год подают заявки? Костяк участников есть, но костяка победителей нет. Победители очень разные. Новичков много ли? Много. Новички есть. Ежегодно, да? Да, и новички есть. И это тоже хорошо. Пусть тоже тренируются. Мы, я всегда призываю их участвовать, не бояться попробовать себя. Ну, потому что вот если вы увидите там форму заявки, это на самом деле максимально проста. И не надо нам писать диссертации, не надо нам там придумывать умных слов. Пишите простыми словами, понятными, да, какую идею вы хотите реализовать. У нас эксперты иногда видят даже, насколько видно, что проект с душой, такой, вы знаете, не по всем правилам социального проектирования, и все равно стараются поддержать такие проекты. Ну да, раз сказали про заявку непосредственно, давайте подскажем, где найти ее можно на сайте общества знания. На сайте общества знания и на сайте также azimov.ru, там тоже есть форма заявки, ее можно скачать и заполнить. И, пожалуйста, любые вопросы, у нас звонки уже идут, поступают. Конечно, основное количество заявок мы ждем к концу окончания даты приема, как всегда, но это нормально. Еще раз напомним, что областной центр, он весь входит в эту группу, жители которого могут поучаствовать в грантовом конкурсе. Ну что, к Денису сейчас обратимся? А Денису, давайте, у него очень интересный проект. Да, напоминаю, что Денис, руководитель фотостудии «Фотофабрика» и автор проекта «Календарь старшее поколение». Мы хотели немножко раскрыть образ, показать его красиво, образ человека в возрасте. И изначально планировали сделать четыре фотоработы, пригласить такое, сделать преображение бабушек или дедушек. То есть моделей найти, да? Моделей найти, да. И были так удивлены даже немножко, что наш проект стал победителем вот в городе Кирове, по городу Кирову. А что удивляться? Писали ради того, чтобы, видимо, побеждать. Помните, какой конкурс на победителей? Да, один к шести, да. Один к шести. И, собственно, наш проект — это сплошная эволюция. То есть мы заполнили вот заявку. Это год назад было, получается. Год назад, да. И поняли, что что-то не хватает. И к проекту решили добавить еще и интервью с нашей героиней. А уже из интервью стало понятно, что мы хотим разных персонажей. Не просто там бабушка один, бабушка два, а чтобы раскрыть этих людей с точки зрения визуальной картинки. И, к примеру, вот сейчас, видите, работу с яблоками. Да, мы видим, да, к сожалению. Слушатели не можем сейчас показать. Да, зрителям не показать. Ну, там, кажется, вагон яблок. Вот, собственно, все яблоки вокруг фотостудии мы и скупили. Как зовут модель? Давайте. Наша первая модель, ее зовут Нина. Вот. И про ее любовь к городу мы вот рассказали в этой картинке. У нас разные были персонажи. Расскажу, что вот Вера Ивановна, известный в Кирове психолог, это уже эволюция самого проекта. Мы решили брать еще и известных людей. И честно скажу, что дальнейшая судьба проекта, мы хотим его продолжить все-таки до 12 картинок. Не просто квартально. Пока четыре, да, еще? Пока квартально, да. Вот, квартально. То есть это достаточно дорогостоящий и эмоционально дорогостоящий проект для всех участников. Потому что здесь работает стилист, визажист, парикмахер, ретушер, помимо самого фотографа. И сейчас у нас на примете художники. Дымковская игрушка. Сразу анонсирую, что очень хочется пригласить президента детского фонда Валентину Павловну, которая очень много внесла в большой вклад в свои деятельности. Вот, собственно, в двух словах. Как находили вообще модели? Да, то же самое хотела. Конкурс какой-то объявляли тоже или что? Да, действительно, мы начали с контакта. В группе фотофабрики мы выложили кастинг и получили 150 заявок. 150 заявок с телефонами. То есть я хочу, я хочу. Я хочу, картинками с небольшими интервью. То есть интервью, вернее, мы уже взяли у победителей. Постарались сделать второй этап и отсеяли часть. И уже выбрали четырех участниц. Сейчас мы сделали... По каким критериям? Они должны были разные. Разные. То есть разные типажи какие-то? Разные отношения к жизни. Они должны были интересными быть. То есть не всякий человек... Активными, безусловно, да? Активными. Не всякий человек слушает рок-музыку в 60. Ну, это нормально. Еще 60 лет рок-музык. И, я вас уверяю, мне утверждали, что нет в таком возрасте людей с татуировками. Ну, я скажу, что есть. Или, допустим, там же Вера Ивановна... То есть нам хотелось показать по-разному людей. Один из наших персонажей, это Галина, у которой очень много вкладывает в своего внука. Тот увлекается рисованием. И мы сделали работу, где ребенок в течение двух с половиной часов на стекле нарисовал нам вот этот прекрасный закат. И мы положили участницу с внуком на пол и впереди сделали вот эту картину сверху. Ну, такое решение получилось. Да, такое решение получилось, необычное решение, то есть... А нет мужчин. Мужчин нет. Почему? Почему дедушек забыли? Ну, я же говорю, что мы продолжим проект. Я, по крайней мере, раз уже я заявил в вашем эфире, значит, мне придется все-таки ответить за эти слова. И искать мужчин в возрасте, да. Да. И сейчас проект, как помните, про слово эволюция, эволюционировал. Он перерос из простых календарей, которые мы подарили участницам, в электронную версию календаря на сайте и в живую версию, которая сейчас расположена в знаниях. И уже на этой неделе она будет проходить в Центре досуга практикум. Да, у нас уже, как это, в этой мини-выставке уже сложился календарь ее... Да, бывший кинотеатр «Октябрь», напоминаю, да. Можем даже озвучить время, когда можно будет прийти. А по практикуме? Да. Я думаю, что уже в пятницу мы ее туда перевезем. Перевезем, да. Что, Денис, говорили участницы после того, как проект был завершен, когда они увидели результаты, показали своим близким? Ну, для них, для всех, для большинства, для всех четырех участниц это был шок. То есть, сам по себе процесс... А вы никакие предварительные работы не показывали там? Никто из них... Только лишь готовый вариант. Никто из них никогда не пробовал на себе профессионального визажиста, макияжа. Представляете? То есть, они после парикмахера, визажиста, стилиста, который подбирал одежду. Это же было просто преображение. А когда они увидели еще, ну, честно скажу, немножко фотошопа добавили. А, ну, куда же без него? Ну, возраста все равно старались сохранить. А, ну, это как на телевидении, да? Насколько я знаю, там, передача что-то. Сейчас мы вам преобразим ваш образ, новые образы. Там тоже вот группа специалистов работает. Там, вау, потом, да, человек выходит перед зеркалом смотрит. И вот сейчас вы смотрите на бабушку, которой 75 лет. Вот Нине, да? Ну, скажите, что ей 75. Она... Не скажем. Она прекрасна. И вот эту красоту нам хотелось рассказать в этих картинках. Самый стиль, вот, да, как она выглядит. Ну, правда, это чудесно. Я, если бы, наверное, увидела человека вот в возрасте, который так одет, так выглядит на улице, я бы, наверное, просто бы следом за ней шла какое-то время. Ну, что бы ты подумала, что это какая-то очень известная в прошлом бизнесвумен, возможно, да, которая сейчас отдыхает, занимается внуками, занимается собой. На самом деле это немного печально, да, потому что люди не могут себе там позволить, я не знаю, в обычной жизни так ходить. Ну, потому что в любом случае все это там стоит денег, как ни крути, да. Вот, но хотя бы вот возможность окунуться во что-то подобное благодаря таким проектам. Я думаю, такие эмоции еще они получили. Может быть, не совсем. Да, Денис, не договорили. Наверное, не совсем. На самом деле не так дорого это все стоит. То есть купить яркое цветное пальто, ну, у нас там даже в той же секонд-хенде можно купить и одеться прекрасно там за несколько тысяч рублей. Не хватает яркости нашему городу, он слишком серый, унылый. И вот хотелось с этим как раз побороться. Поломать вот эти стереотипы, что бабушки-пенсионерки там сидят, семечки, щелкают, обсуждают. Ну, есть, возможно, еще какие-то психологические барьеры. Ну, потому что в 70 лет ты должен выглядеть соответствующим образом. Что еще за красное пальто? Прекрасно. Вот эти примеры сейчас и появились. То есть они, я надеюсь, что через своих уже, наверное, детей, внуков получат эту картинку, увидят, донесут ее, посетят ее в герцинге, в знаниях или в практикуме. Увидят, как можно одеваться, что можно быть яркими, сочными, красочными. И это, я думаю, надломит некое сознание-то им среди нас и среди уже наших героинь. Я еще не дополнил, интервью, оно в каком формате? Оно там напечатано, я не вижу, да? Да, в каждой работе есть небольшое интервью. Мы его сократили чуть-чуть. И оно как раз рассказ о нашей героине. Да-да-да. Просто для нас, работников радио, интервью, это общение в эфире, да, обычно сложно немножко переформатироваться, переключить. Ну и вот оно появилось, да, здесь напечатано непосредственно. Еще один вопрос, что с яблоками-то сделали, с этими десятками килограммов яблок? В неделю их дарили всем, кто приходил на фотосессии. Компот наварили, да. И ничего яблочного. Вот был, кстати, яблочный. Повезло. Все о развитии проекта рассказали или есть еще какие-то мысли? И цифровой формат, и вот эти выставки все? Вы знаете, вот я говорил о себе, но зайдя в контакт, вы сейчас, если посмотрите работу стилистов, то за последние там 3-4 месяца появилось очень много проектов похожих. Преображение. Именно в Кирове. В Кирове, да. Если раньше о преображении говорили, как правило, взять молодую красивую девочку, ее красиво накрасить, и вот вам портфолийный кадр, то сейчас героиней, возраст героинь очень многих проектов смещается за 50+. Это прекрасно. То есть большие торговые центры, стилисты, фотографы сейчас уже ищут героинь в этом возрасте. Я думаю, что косвенно. Мне кажется, это и общемировая какая-то тенденция. В последнее время очень много таких вот, когда именно зрелый человек является моделью. Ну, действительно, тут иной взгляд, иной подход. Это не просто молодость, это не просто красота, это уже и опыт, ну, какие-то более глубокие эмоции это вызывает. Когда мы писали проект год назад, таких проектов было ровно ноль. То есть сейчас каждый второй этот проект пытается реализовать на разных площадках, студиях и так далее. И это очень круто. То есть я считаю, что Волну запустил простой проект, представьте себе, 150 участников. Да, здорово. И сумма этого проекта всего? Коллеги, я предлагаю... 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей. Прерваться на небольшую рекламу. Мы продолжаем наше общение и говорим о конкурсе, грантовом конкурсе «Серебряное созвездие-2023». В пятый раз он проводится в нашем городе и области. В этом году это совместная проекция депутата Госдумы Рахима Азимова и общества знания. Наталья Шитько, мы решили, что она покинет нашу студию, потому что у нас на связи, на телефонной будет еще одна победительница этого конкурса. И поэтому времени у нас остается не так уж и много. И учитывая то, что у нас еще одна небольшая тема на конец этого часа. Денис Мальцев, фотограф, автор проекта «Календаря старшие поколения», руководитель фотостудии «Фотофабрика». И все-таки о том, как еще могло бы, во что трансформироваться в будущем это все. Нет, возможно, замахнуться на какой-то больший грант. Вот те же самые президентские, да? Или там слишком большие суммы, их невозможно освоить. Я не знаю, фонда культурных инициатив. А вот в «Серебряном созвездии» в этом году вы уже не участвуете? Ну, я думаю, что два раза. Я думаю, что есть достойные проекты, которые от Кирова будут представлены. Поэтому второй раз мы, наверное, уже подавать не будем. Проект мы все-таки постараемся реализовать. Потому что, несмотря на то, что он... Возможно его масштабировать-то вообще? Видите вы для этого потенциал? Не четыре, а сорок героинь. Героев. Героев. Учитывая, да, еще и мужчин. Представителей сильного пола. Ну, каждая работа — это все равно определенный выброс энергии. То есть это идея, которую нужно воплотить. То есть помните, что мы берем интервью. И из этого интервью уже рождается тот образ, та картинка, которую визуально мы можем создать. Конечно, команда над проектом уже сформировалась. Рабочие там визажисты и стилисты. Но вот месяц-полтора у нас уходит на одну картинку. Чтобы вот так было представление. Поэтому сорок, наверное, ну, если в этом примут участие десять фотографов, то это было бы отличным решением. Да, ну, надо понимать, что другой-то работой тоже нужно заниматься, да. Там в том числе и коммерческая какая-то деятельность, да, чтобы зарабатывать на жизнь. Хорошо. Так, мы будем общаться еще с одной победительницей сейчас. Да, Ирина Рычкова, председатель некоммерческой организации «Наше время». Автор проекта «Мягкая книжка». Ирина, добрый день. Да, добрый день, Ирина. Мы хотим, чтобы вы рассказали подробнее о сути вашего проекта, как он реализуется, кто участвует, в чем заключалась основная идея. Поделитесь, пожалуйста. Значит, наш проект, он уже реализован. Реализован достаточно успешно. Он был изначально подготовлен для дам серебряного возраста, которые собирались в творческом пространстве и изготавливали мягкие тактильники книжки из фетра. Вот, было изготовлено 200 книжек, которые были пополучно подарены школу-интернату, детскому саду города Слободского, Вороничок. И выбраны 4 полиэтилные семьи, где у них полиэтилные дети. Вот, с полиэтилным статусом. На данный момент все пользуются, обратную связь получаем. Ну, здорово, все счастливы. Ирина, расскажите поподробнее, что это за книжки? Это сказки или что это? Это книжки из фетра. То есть, эти книжки имеют различные функции. То есть, их можно перебирать пальчиками. Их можно пристегивать-отстегивать пуговки. Их можно кнопки пользоваться также пристегивать-отстегивать. Они направлены именно на, может, развитие каких-то когнитивных опций и функций. И мелкой моторики. То есть, когда мама занята, либо на занятиях у специалистов, эти книжки даются детям. И дети в это время занимаются процессией игры. То есть, это такой мягкий бизиборд. Пособие такое. Да, кстати. Мы брали достаточно такой, вы знаете, хороший фетр, который можно стирать. И после этого он свои опции не теряет. Он не скатывается. Книжки чистые. И некоторые дети их могут как бы так, в пайетку, в больницу, там, да, вот как-то вот еще вот с собой брать. А сама идея, это сугубо ваша такая фантазия? Или где-то подсмотрели это уже, не знаю, почему именно фетр? Знаете, мы много взаимодействуем с такими организациями. И как-то появился запрос. Ну, мы решили попробовать. Попробовали достаточно удачно. Сумма гранта у вас была, напомните, пожалуйста. 100 тысяч. В этом году вы снова участвуете в «Серебряном созвездии» или в других возможностях? Да, мы готовим проект. Вот я еще, вот, скоро мы его уже будем ждать, потому что вот он в процессе подготовки и уже подписания заявки. Еще хотел бы, может, проговорить, что в процессе, когда мы первый проект «Мягкая книжка» просто пробовали, это у нас, кстати, первый наш стартап, вот, было очень много положительных отзывов и заявок взаимодействия. Соответственно, мы его немножко расширили и уже отправили на следующий конкурс, который был заявлен от нашего правительства тогда. И мы выиграли этот конкурс и взяли уже 500 тысяч. И теперь вот мы его также успешно реализуем. Немного расширили наш диапазон в плане того, что наши мамы, которые разбиты детей с ОВЗ, они могут приходить к нам на занятия, изготавливать эти книги. И приводить своего ребенка, потому что рядом работает педагог, который будет заниматься с ребенком, и мама немного отвлекается. Также по запросу, когда собирали обратную связь, когда изготавливали книги, наши дамы попросили специалистов, чтобы деятельность была не только, вот, пообщались с Нурой, и она была сквозь цель, и у дамы выходили наполненные, с определенными новыми знаниями, умениями, навыками. На нашем проекте в данный момент работает специалист-психолог, который собирается изготавливать книги дамы, а еще занимается с психологом, проводится различные трениры. То есть вот мы немного его вот так вот прямо увеличили и достаточно неплохие результаты. Масштабировались, да. А в рамках второй волны, так сказать, выпуска этих книжек, сколько вы планируете, или уже изготовлены они? Смотрите, в первом гранте мы изготовили 200. Да, 200 я запомнил, да. Теперь мы планируем 400 идей. Угу, в два раза больше. И вот, да, да, специальные организации города Слободского у нас попросили, что нужно еще там, да, потому что книжки прошли у детей. Была собрана, соответственно, хорошая обратная связь, то, что дети приходят и просят их позаниматься. Угу. Поэтому мы теперь делали, проработали тематики, там, да, если там было времена, года, там, да, какие-то домашние животные, кто что ест. Теперь мы взяли много разных тематик. Мы подготовили картинки, которые нам напечатали на светре, достаточно хорошего качества. И теперь мы делаем уже в два раза больше, чтобы предоставить, подарить социальные организаторы нашего города. Угу, угу. Ну, а вот этот новый еще проект... Да, в этом году который... Да. Можете поделиться, в чем его суть, особенности? Да, я поделюсь, потому что это тоже будет уникальный проект для нашего города. Мы планируем в столярной мастерской, в которой деревяшка, изготавливать пособия для детей с ОВЗ, в частности. Это межполушарные доски, это геоборды, это бизборды, вот такого плана. Это театры из дерева, которые там, да, можно показывать. Театр? Театр? Театр, да, фигурки из дерева вырезаны, потом дети их раскрасывают. То есть некий набор такой, да, который еще ребята могут доработать. Да, да, да. То есть, да, по самым простым сказкам, которые, допустим, да, вот можно будет вместе раскрасить, а потом вместе показать, допустим, у кого-либо занятия, либо какой-то вот просто деятельности. И второй момент. Хотели бы в рамках гранта для педагогов наших социальных учреждений пригласить и организовать мастер-класс с ведущим специалистом по сенсорной интеграции, которая как раз работает с этим материалом, который научит наших педагогов использовать в своей работе вот наши полезные деревяшки. Как заботливо. Полезная деревяшка, да. Да. Потому что это теперь очень важно, это теперь развивается. Я хотела бы, чтобы в моем городе это тоже было. Сами по себе игрушки вот такого плана достаточно недешевые. В рамках гранта мы можем какие-то наборы сделать, его тоже подарить организации и обучить и специалистов, как взаимодействовать именно вот с этим набором. Сколько планируете, Ирина, сделать этих наборов, если выиграете конкурс? Так, мы планируем, смотрите, взаимодействовать с тремя социальными организациями. Это интернат нашего города, это снова детский сад Родничок. И планируем подключить и расширить свой масштаб. Тогда это до ребенка нашего города. Там есть детки, которые маленькие, как лекарство, это тоже будет достаточно полезно. Дорвите нервку из аниматорики и сенсорной интеграции. Слушайте, ну, не знаю, вопрос логичный рождается. А если какие-то коммерческие организации к вам захотят обратиться, не знаю, в больших масштабах это все изготавливать, вы согласны сотрудничать? Может, вне рамок грантовых конкурсов, да? Я думаю, почему нет? Да, конечно, потому что мы сами все-то нашли. Мы сами нашли столярную мастерскую. Мы сами предложили, вот нам бы хотелось вот это. Потому что, да, я знаю, что в некоторых организациях вот таких пособий, их нет, они стоят недешево. Вот если мы это масштабируем, и, допустим, у нас будет кто-то еще с нам помогать, я думаю, что это будет здорово. Да, в общем, вы рады и открыты для сотрудничества, да, с организациями. Ну что, спасибо. Спасибо большое. Спасибо за эту информацию. Ирина Рычкова, председатель некоммерческой организации «Наше время», автор проекта «Мягкая книжка». Да, и мы забыли упомянуть, что город Слободской мы имели в первую очередь, да, в виду. С Ириной именно и Слободского мы сейчас связались. Денис, вот после того, как вы приняли участие в конкурсе, вы вообще смотрели, да, на другие заявки? Кто еще что подает, что-то вам, возможно, понравилось, какие-то проекты, да? Не знаю, как-то оценивали свои идеи, силы пытались как-то соизмерить или не обращали на это внимания? Ну, проекты, они абсолютно разные у всех, и в этом прекрасна вся эта история. С Ириной вот мы давно уже знакомы, давно сотрудничаем с фотостудией, и ее работу я тоже видел. Это действительно мощная работа, которую там люди в возрасте, 50+, приходят, собираются, делают эти книги. То есть вот этот процесс, когда есть куда потратить время, и это время со специалистом, оно, скажем так, несет определенное благо детям, особенным детям. Это, ну, прекрасный проект, один из самых сильных проектов, мне кажется, который был вот в прошлом году. Может быть, не знаю, какую-то коллаборацию, как это принято сейчас говорить, мысли в этом отношении есть. Фотографировать книжки? Ну, я бы с удовольствием посмотрел. Трудно же говорить, да, о чем-то, что ты не можешь посмотреть. А, ты имеешь в виду что-то вроде каталога, да? Ну да, каталог какой-то, не знаю, помочь создать. Ну, может быть. Но если говорить о какой-то социальной работе, то, безусловно, Ирина, работая с детьми, с особенными детьми, и мы всегда открыты для фотосессий в прошлом году или в позапрошлом, не помню, когда мы уже делали фотосессию. Время бежит быстро. Время бежит быстро, не замечается, да. Делали фотосессию, то есть у нас был фотодень, который проходил в фотофабрике, и, собственно, это была абсолютно благотворительная работа. 1 июня у нас традиционно мы также делаем... День защиты детей. Да, День защиты детей, бесплатный проект для бесплатной фотосессии. Поэтому мы за любые коллаборации, за любые идеи с разными организациями только за... Денис, спасибо большое. Спасибо, да. Будем уже вас отпускать. Денис Мальцев, фотограф, автор проекта «Календарь старшего поколения» и руководитель фотостудии «Фотофабрика». Всего вам доброго. Да, спасибо, да, удачи. И напоминаем, что Денис – это участник предыдущего грантового конкурса «Серебряное созвездие» 2022, то есть предыдущего, четвертого, да, в этом году уже пятый, но вы сказали, что не будете заявляться. Дорогу, так сказать, коллегам, да. Что-то хотели добавить еще? Нет, все, спасибо большое. Очень рад был вас. Да, хорошо, тогда вы можете покидать до предела нашей студии. Осторожней, когда у нас остается немногим более 10 минут. И хотели мы завершать нашу передачу сообщением, вернее, более подробным разговором о народном голосовании в рамках проекта, тоже грантового проекта, грантового конкурса «Город добрых соседей». Напоминаю, что этот конкурс был, о начале его было объявлено еще сразу после новогодних каникул, 10 января, если я не ошибаюсь. Да, прием заявок уже завершился. Да, прием заявок завершился последним днем февраля, то есть 28 число. Но там, по-моему, сколько-то заявок, насколько мне известно, по-моему, администрация города писала, они сколько-то заявок приняли уже после даты окончания приема заявок, и комиссия должна была принять решение по допуску этих работ. Включать их или не включать, да, в общую массу. Всего администрация отчитывалась несколько недель назад, на этот грантовый конкурс поступило более 200 заявок, но вот сейчас последняя актуальная информация, речь идет о 197 работах. Это, видимо, те, которые прошли все предъявляемые требования и соответствуют им. Напоминаю, что конкурс делится на две части. Это часть благоустройства общественного пространства, где размер гранта, одного гранта на один проект достигает 650 тысяч рублей. И еще второе направление – это событийное. Событийное, то есть организация некоего мероприятия, разового, его проведения, на него можно получить до 350 тысяч. Павел Лупов с нами на связи, начальник управления организационной работы администрации Кирова. Павел Витальевич, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, нам поподробнее, что за народное голосование, какую роль в судьбе этих проектов оно сыграет. Будут какие-то дополнительные бонусы к проектам, или это будет напрямую зависеть от того, выиграет проект или нет? Да, конечно. Что касается предстоящего интернет-голосования, которое проводится в рамках конкурса «Город добрых соседей», это дополнение к получению дополнительных баллов к тем проектам, которые как раз представлены в направлении благоустройства общественных пространств. То есть мы здесь говорим как раз о взаимодействии тех сообществ, жителей города, организаций, предприятий, которые могут сейчас уже посмотреть, какие площадки будут благоустраиваться, какие мероприятия будут проводиться на соседних площадках, и также в рамках этого голосования поддержать эти заявки и, соответственно, в будущем подключиться к их, в том числе, и реализации. То есть это один из, будем говорить, механизмов привлечения внимания к тем территориям, которые жителями сейчас как раз подготовлены заявки, проекты, и один из возможностей как раз поддержать этот проект. И, соответственно, с учетом голосования, конечно же, часть баллов, начиная с первых и заканчивая последним, будет присвоена той или иной заявке. И у него появляется еще дополнительный шанс пройти экспертизу, которая будет в том числе сейчас проводиться экспертами, и эти баллы дополнительно добавятся уже к результатам рассмотрения экспертами каждой заявки. И нам, возможно, получит шанс быть реализованной, то есть добавить им, так скажем, возможности. Ну, то есть, организуя это голосование, вы тем самым решаете несколько задач. В том числе, вы знакомите, да, город, общественность с тем, какие работы поступили на этот конкурс. То есть вы покажете конкретные эскизы, видимо, насколько я понимаю. Да, Критя? Как вообще будет организовано? Что люди смогут увидеть? Голосование будет организовано на портале 650kirov.ru. Этот портал использовался в том числе в рамках голосования за логотипы, когда проводилось в конце прошлого года, да, да, да. Соответственно, здесь мы максимально тоже упростили саму процедуру голосования, то есть здесь люди могут увидеть название проекта, адрес его реализации этого проекта, и где самими участниками, кто готовил заявки, проекты, были представлены схемы, либо какие-то эскизные моменты по дальнейшему развитию вот той или иной территории, они, конечно же, будут представлены. То есть будет представлена аннотация о проекте, что там планируется сделать. Если была сделана какая-то визуализация, соответственно, там же будет рядом с этой информацией о самом проекте не только название, еще раз повторюсь, но и какая-то аннотация, которую отразили в заявках люди. Также будет выложена вот эта картинка будущего развития территории. А проголосовать можно будет только за какой-то один проект? Или, например, один проект по благоустройству, один проект событийный, или сколько-то нужно будет выбрать? Повторюсь, что у нас голосование будет только за проекты, которые у нас в направлении благоустройства. Соответственно, проголосовать можно будет выбрать только один проект, только за один проект, который понравится нашим горожанам, гостям. Соответственно, там они будут разбиты по районам города для удобства, то есть просмотра этих заявок. И, соответственно, голосование будет без, как вы уже спрашивали, без какой-то верификации и так далее, то есть одного IP-адреса. А напомните, сколько заявок по благоустройству? Видимо, 50. Там порядка 90 где-то заявок по благоустройству под рукой, просто списочка нет. А в голосование сколько попадут? Только благоустройства, которые отобраны по благоустройству территории. Всего у нас 197 заявок в целом по двум направлениям. А по благоустройству вот за определенная часть. Нет, у меня создалось впечатление, что 50 заявок самых лучших попадут на голосование или нет? Нет, тут у нас мы выкладываем все проекты, которые поступили, которые допущены для экспертизы. Мы выкладываем на голосование, то есть здесь шансы мы уравниваем всем нашим проектантам. Поэтому здесь мы голосуем не за лучшие 50, а голосуем за все представленные по направлению благоустройства. Это идет работа параллельно с работой экспертов, потому что сейчас заявки переданы экспертом, они проводят экспертизу проектов. Соответственно, те баллы, которые будут выставлены экспертами, они будут суммироваться с баллами, которые получены будут по итогам голосования на сайте. А люди будут как-то видеть, как голосовали эксперты? Или это должно быть, чтобы ничто не влияло на принятие решения человека, который зашел? Нет, тут люди не будут видеть, эксперты работают, они представят все, так скажем, результаты уже на рассмотрение координационного совета, который создан при конкурсе. В конце марта все результаты будут рассмотрены. Голосования и итоги, конечно, в конце тоже будут опубликованы также. Ну, то есть нужно быть готовым к тому, что на сайте появится довольно обширный список этих проектов. Да. А вот смотрите, Павел... Надо там выделить определенное количество времени, что если хочешь, чтобы это все посмотреть. И это на самом деле очень важно, да? Получается практически 100 проектов. Ну да. И нет ли, вот как мне кажется, ну, люди по натуре ленивы. И вот вероятнее всего, больше всего баллов наберут проекты, которые будут находиться вверху списка только потому, что до каких-то проектов люди не докрутят. Ну, разумная мысль, да, согласен, конечно. С учетом того, что ты можешь отдать голос только за один какой-то проект, вот ты вот пролистаешь 10 проектов, о, классный, вот этот проект мне нравится, вот за него я проголосую. А что там, еще четыре десятка внизу проектов. Вот не боитесь, что как-то так будет? Ну, вот как раз для этого мы их распределили, так скажем, по районам, то есть они будут разложены по районам города Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Новоавиатский. Соответственно, уже можно зайти в любой район и посмотреть любой из проектов. Но еще раз... А, ну то есть, извините, что перебиваю, да, видимо, житель определенного района вроде как, да, вроде как предполагается, что он в первую очередь в свой район заглянет. Может быть, кому-то проще, что он проживает на территории Новоавиатского района, и он хотел бы посмотреть, какие проекты на территории Новоавиатского конкретно реализуются, и, соответственно, проголосовать за ту территорию, которая находится, может быть, рядом, ближе, либо где-то люди вот как раз привыкли отдыхать на этой территории. Ну, я, на самом деле, в жителях Новоавиатска вообще не сомневаюсь, они всегда очень активно принимают участие в таких проектах. То, что жители Новоавиатска пойдут голосовать за проекты в Новоавиатске, это 100%. Вот. Да, перебили мы вас. Ну, то есть, нет вот опасения, что вот первые строчки займут первые места? Нет, такого опасения нет, потому что все, в том числе и группы, которые готовили эти заявки, эти проекты, они, конечно же, будут вовлекать голосование, в том числе и своих родных, и близких, поэтому тут нет такого опасения, что именно первое, которое в списке, за них больше всех голосов и будет. А в режиме реального времени количество голосов будет отражаться как-то? Нет, количество голосов мы публикуем в конце уже. Хорошо. То есть, не так, например, как в сообществе ВКонтакте, да, ты сразу видишь, сколько процентов проголосовало. Чтобы ничто на принятие человеком решения не влияло, да, то есть никакой какой-то там вот рейтинг уже, то есть он смотрит и скажет, а что это я буду отбиваться от коллектива, да, и голосовать. Ну, еще раз напомним, что максимум 5 баллов, да, дополнительно проект сможет получить по результатам этого голосования. Да, это 5 баллов, если мы берем сумму по итогам уже, которая в том числе будет экспертами максимально, смотри, то есть это примерно 5% от общих всех баллов с учетом экспертов. Ага. В некоторых случаях, да, в общем черте не решающий, но в некоторых проектах они сыграют свою роль, дополнительный балл. Да, ты, Павел Витальевич, когда жителям можно заходить и начинать голосовать, да. Да, напомним, что у нас голосование начнется с 15 марта, то есть это уже завтра, и завершится 26 марта, то есть как раз полторы недели. Спасибо, благодарим вас, да, за эту информацию. Павел Лупов, начальник управления организационной работы администрации Кирова, был с нами на связи, вот с завтрашнего числа можно уже начинать голосовать. Да, еще раз напомним площадку, площадка единственная, только там и только там можно будет голосовать, называется ресурс 650kirov, в одно слово, ну 650kirov.ru Можно просто в поисковик забить 650kirov, и этот портал, он выскакивает, с этим проблем, думаю, никаких не будет. Ну вот я сейчас как раз зашел на этот сайт, пока там никаких намеков на предстоящее голосование. Там только логотип, да. Там пока логотипы, то есть результаты предыдущего конкурса. Ну что ж, ждем. А, не уточнили, ровно в полночь или... Ну, возможно. Когда можно будет голосовать. Ну, в общем, да, обратите внимание. Владимир Сметанин, Дарья Топузлиева, дневной разворот, на этом заканчиваем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова